Ельск – город невеликий, населенность складает меньше 10 тысяч человек. Еще недавно такие населенные пункты называли «Полецкой глыбинкой». Когда в 2000-м тут начинали проводить фестиваль «Грай гармоник», о некой масштабности мероприемства, размовы не ишло. Тогда на фестиваль приехали, когда 50 музыкантов с одного района. Сейчас ситуация совсем иншая. Тем более, что летать в городе провели областные дожинки, створенная тогда инфраструктура, теперь выкористовывается для проведения инших святов. Гости фестивалю признаются, навод не мерковали, что белорусские малые города могут быть такими утульными и навод уносить отповедные пропоновы. Надо в вашей улице переименовать площадя, потому что двустороннее движение, по две полосы по каждой стороне. И они просто удивляются, что в глубинке Полесья, в глубинке Беларуси могут быть такие города. Мы все ельчане получаем удовольствие от того, что у нас такой город. Приведение культурных мероприемств у Ельску разглядают, как макчимость развития инших сфер. Того ж гандлю, например, в опошенный час покупницкая сдольность сельского населения, крыху снизилась. Фестиваль – добрая макчимость притягнуть покупников и продемонстровать плюсы местовой гандлевой сетки. А про чатаго гандлевать дозволили приватным предпринимальникам, на полицах яких от витаминной продукции и сбора улековых трав до вырабленного по старожитных рецептах эликсиру молодости. И еще одна тема – развитие народных промыслов. У Ельску не обиживались импортными сувенирами и запросили соправданных народных мастеров за все Беларуси. По великим рахункам, это не только макчимость набить эксклюзивные вырабы, но и популяризация народной культуры. Такие мероприемства в уголе, ведь не сприяются становчивым имиджем регионов. Все это в рамках феста у Ельску организовали выездные концерты удельников у агрогородках. Об увиденном гости свято обещают рассказать своим землякам. В музее мы были, там и гончарство, и вырабы из дерева. Конечно, это село, но до такого впечатления, ну, не передать словами, очень нам все понравилось. Все скрежь частенько, скрежь прибрано, все пофарбовано. Всего лета на Ельский фестиваль приехали к лет 300 удельников из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии. Гран-при до речи отримали просунки Гомеля, Нароли и Андрушевки. Города у Житомирской области Украины, хоть задовольными, сдается, застались и все. У речи фестиваль летопеш за счет встречи о понтанных музыкой людей, что свою чергу, створая имидж Беларуси как клясовки для проведения творческих мероприемств. Фестиваль «Гра и гармоник» завершился, но в 2018-м организаторы планируют снова обоисково собрать у Ельского людей, которые не уявляют свое житие без музыки. Причем тогда фестиваль у первого дня напомнил уже в статусе международного. Алексей Теров, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель», Ельский район.